Компоненты целлюлизиума разве он был в Менсуар-рапид? В Менсуар-рапид его не было. Мы сейчас говорим про Слим-лоджик. В Менсуар-рапид отличие от Слим-лоджика, я так понимаю? Да, да, да. Мы говорим отличие от Менсуар-рапид. И конечно же, появление целлюлизиума. Появление целлюлизиума – это ключевой компонент, который… Которые? Когда водоросли, я так понимаю, что это работа с альфа-бета-рецепторами. Конечно. Конечно. Есть ли специфика назначения, кому я должна иметь в виду целлюлит? Смотрите, здесь момент, когда мы работаем с клиентом, в первую очередь мы должны определить тип ожирения, то есть какой-нибудь целлюлит. У нас бывает адипозный, бывает отечный, бывает фиброзный. То есть первая стадия адипозного – это когда только начинают появляться какие-то небольшие отложения. Если мы ничего с этим не делаем, то, конечно же, нарушается отток лимфы, и мы видим, что адипоциты, целлюлит становится отечным. В дальнейшем, если мы также не предпринимаем никаких действий, он начинает обрастать волокнами коллагена, потому что адипоцитов становится больше, идет сигнал в приадипоциты, вырабатываются новые, их надо как-то компоновать. Мы видим уже не только целлюлит, но и видим фиброз. Это называется фиброзный целлюлит. Поэтому, когда мы назначаем продукты, мы должны определить тип целлюлита. Если это фиброзный целлюлит, то мы назначаем менсер хронологик. Если это отечный целлюлит, то мы назначаем, раньше мы назначали менсер рапид, теперь мы назначаем инновационный, более эффективный продукт, слим лоджик. А вот эти бодрости, с точки зрения щитовидной железы, показаний и противопоказаний? Нет. То есть те, у кого проблемы с щитовидной железом, во-первых, мы не воздействуем напрямую с щитовидной железом, мы не наносим на этот участок. Поэтому, если, конечно, мы не работаем со вторым подбородком, я своим клиентам иногда рекомендую даже наносить на зону нижней трети лица и действительно виден эффект. Я проводила даже эксперимент на себе и действительно увидела, что у меня тяжелый тип очень хорошо потянул. Конечно же, здесь еще есть преимущество, что когда мы наносим, мы делаем легкий массаж. Вот. Но и те инновационные компоненты, которые в составе содержатся, дают потрясающий эффект. И я осталась безумно довольна. Вернемся к щитовидной железе. Простите. Щитовидная железа. Не является противопоказанием. То есть, если проблемы с щитовидной железой, мы можем наносить. Это, во-первых, когда мы говорим о целлюлизиуме, это продукт, который прошел обработку. То есть, это инновационные технологии, которые вот этот экстракт бурой водоросли, он не в чистом виде. Поэтому абсолютно никак не воздействует на щитовидную железу. Угу. Угу. Продолжение следует...